Экспедиция по следам предков продолжает свой путь по миру. Покинув Грузию, исследователи отправились в Азербайджан. Какие открытия удалось сделать на этот раз, узнавал наш корреспондент. Участники научной экспедиции по следам предков направились в Бурчалинский район. Большинство жителей этого региона считают, что у них общие корни с казахским народом. Большая часть интеллигенции крипчаков в Бурчалы переехала в Азербайджан. И достаточно успешно там трудятся оставшиеся здесь Бурчалинцы. Они в основном занимаются сельским трудом. В Тбилиси их тоже немало. Было бы очень интересно, если Бурчалинцы в основном сейчас едут в Россию, в Турцию, в Дубай. Было бы хорошо, если бы среднеазиатские туристические компании привлекли бы борчалинцев в регион Центральной Азии, чтобы они увидели бы и прочувствовали бы свою прародину. Когда ученые въехали на территорию Азербайджана, они остановились в городе с названием Казах. Через некоторое время удалось узнать его историю. Здесь проживает более 80 тысяч человек. В 13 веке тут находилось поселение, основанное казахскими султанами. Идут споры, откуда пошло название султаната. Казах. Есть сведения, что термин топоним «казах» появился раньше, чем термин «казахстан» или «казахский район». И этот термин связан с тюркскими племенами, как древними, средневековыми и настоящими. Потому что на наших языках казах термин означает «вольница», свободные племена, свободные роды, свободные кочевники, свободные кочевые племена. И где они проживали, всегда начали образовываться общество, султанатство, какие-то мелкие государственные образования. В том числе и в средневековье был образован казахский махал, а потом казахский султанат. Город Генджа расположен в западной части страны. Он является второй столицей государства Эль-Денис, построенного в 1136-1225 годах кепчакскими племенами. А экспонаты, выставленные в местном музее, свидетельствуют о высоком развитии страны. Этот шлем был найден недалеко от города Генджа. Внешняя часть головного убора выполнена из золота. В то же время были обнаружены доспехи из стали и перчатки. Мастерство наших предков, которые управляли страной Эль-Денис, можно также увидеть на примере этого моста. Он был построен во времена правления рода Атабек. Мост позади меня называется Белым. Он был построен в 12 веке. Удивительно, но ему уже 900 лет. До сих пор его используют местные жители. По мнению экспертов, государство Эль-Денис, которое просуществовало 90 лет, пало после монгольского нашествия. Но и организованная на его месте страна распалась спустя несколько десятилетий из-за внутренних междоусобных конфликтов. Впоследствии вместо нее появилось государство Жанлаиров. Они правили им почти век. Экспедиция продолжает свое шествие по Азербайджану на пути Баку. Марк Брюшко, Талгатбек Абдикожаев, Саматбек Батыров, Хабар, 24, Азербайджан.